Уже девятый год подряд всероссийский смотр-конкурс на лучшую журналистскую работу о деятельности уголовно-исполнительной системы на страже порядка собирает самых сильных журналистов со всей страны. На сцену конференц-зала Минюста выходили те, кто пишет о людях за колючей проволокой, о сотрудниках в погонах, о системе в целом. Репортеров региональных СМИ случай редко балует сенсацией. Приходится искать интересные темы, каждый день проживать жизнь разных людей, примерять на себя их заботы. Я когда общаюсь с человеком, я вижу человека. Для меня вот он исключительно человек. Неважно, совершил он преступление или нет, он для меня человек. И поэтому мне не страшно. В этом году на конкурс было прислано более 300 различных журналистских работ, видеосюжеты, печатные публикации, радиопрограммы, интернет-материалы. Но только около 50 из них попали в заветные номинации. Например, Валерия Брубель, сотрудница ГТРК Адыгея, взяла тему адаптации бывших заключенных. Когда люди говорят, что места не столь отдаленные, на самом деле мало кто задумывается, насколько это близко. Лариса Коркина, наша коллега из районной Можайской газеты «Новая жизнь» и сама могла бы стать героем любой программы. Жена офицера, дочь донецкого шахтера, фармацевт и просто очень обаятельная женщина. Работать журналистом я пошла на пенсии. А до этого я 16 лет работала комендантом военного городка Горетова Можайского района. Поэтому у меня это в крови. Ежегодно хрустальные совы, символ уголовно-исполнительной системы, улетают в разные города, помогая журналистам почувствовать крылья за спиной. Ведь именно глазами спецкоров, авторов и ведущих, зрители-читатели видят главные события своей страны. Особенно приятно в числе дипломантов было встретить нашу рязанскую коллегу Александру Тиняеву. Она с честью представила номинацию «Наш институт». Победителем в номинации «Лучшее освещение деятельности УИС» на региональном телевидении стала телекомпания «Город». Победителем в номинации стала автор и ведущая программы «Вызов принят» телекомпания «Город» Олеся Харлина. Она сняла сюжет о работе конвойной службы у ФСИН России по Рязанской области. Ровно два года назад на этой же сцене мы получали первую и единственную хрустальную сову – личный приз директора ФСИН России. Подробнее об участниках конкурса, их темах, специфике работы, а также почетных гостях смотрите уже в этот четверг в программе «Вызов принят».